Когда мне было 12 лет, мой отец взял меня на охоту в горы. Мы встали в 3 утра, оседлали лошадей и в полной темноте отправились вверх по лесистому горному склону. И хотя я любил охотиться вместе с отцом, в тот момент я немного волновался. Мне никогда раньше не доводилось бывать в этих горах, и я не мог разглядеть стропу, да и фактически вообще ничего. Единственное, что мне было видно, это лишь тусклый свет насосных перед нами, который сходил из карманного фонарика, который держал отец. А что, если моя лошадь поскользнется и упадет? Увидит ли он вообще, куда идти? Но меня утешила эта мысль. Отец знает, куда идет. Если я буду следовать за ним, все будет в порядке. И все было в порядке. В конце концов, зашло солнце, и мы прекрасно провели день. Когда мы собирались идти домой, отец указал на величественную крутую вершину, выступавшую среди других. «Это Уинди Ридж», — сказал он. «Вот где хорошо охотиться». В ту же минуту я понял, что хочу когда-нибудь вернуться и взойти на Уинди Ридж. В последующие годы мой отец часто говорил о Уинди Ридже. Но мы так туда и не вернулись. До тех пор, пока 20 лет спустя я не позвонил отцу и не сказал, «Поехали на Уинди Ридж». И снова мы оседлали лошадей и отправились вверх по горе. К этому времени мне было уже за 30. Я был опытным наездником и все же, к моему удивлению, испытывал такое же волнение, которое ощущал в 12 лет. Но отец знал, куда шел, и я следовал за ним. Наконец-то мы взобрались на вершину Уинди. Вид был головокружительным, и меня переполняло чувство, что я хотел вернуться туда, но на этот раз не ради себя, а ради своих жены и детей. Мне хотелось, чтобы они испытали то же, что испытал я. На протяжении многих лет мне не раз доводилось водить своих сыновей и других юношей на вершины гор, точно так же, как меня водил мой отец. Этот опыт побудил меня поразмышлять о том, что значит вести и что значит следовать. Что бы вы сказали, если бы я спросил, кто величайший из когда-либо живших руководителей? Конечно же, Иисус Христос. Он подал совершенный пример любых мыслимых качеств руководителя. Ну а что, если я бы вас спросил, кто величайший из когда-либо живших последователей? Разве не было бы ответом снова Иисус Христос? Он величайший руководитель, потому что Он величайший последователь. Он следует Своему Отцу абсолютно во всем. Мир учит, что руководители должны быть великими. Господь учит, что они должны быть кроткими. Мирские руководители обретают силу и влияние через свои таланты, навыки и богатства. Руководители, по примеру Христа, обретают силу и влияние через убеждение, долготерпение, мягкосердечие и кротость, и любовь непритворную. В глазах Бога величайшие руководители всегда были величайшими последователями. Позвольте мне поделиться двумя примерами из моего недавнего опыта общения с молодыми мужчинами церкви, которые преподали мне урок о руководстве исследования. Недавно мы с женой посетили причастное собрание не в нашем домашнем приходе. Прямо перед началом собрания ко мне подошел юноша и спросил, не помогу ли я разносить причастие. Я сказал, что с радостью сделаю это. Я сел с другими дьяконами и поинтересовался у одного, сидящего рядом со мной, какое у меня поручение. Он сказал, что мне нужно будет начать с последних рядов в средней части зала, что сам он будет на противоположной стороне того же сектора и сообща, мы будем продвигаться к передним рядам. Я сказал, давно этого не делал. Он ответил, ничего страшного, вы справитесь. Я тоже поначалу так себя ощущал. Позже на причастном собрании выступил самый младший дьякон в форме, которого посвятили в дьяконы всего лишь несколько недель назад. По окончании собрания его окружили другие дьяконы, чтобы выразить ему, как они горды своим товарищам по кворуму. Поговорив с ним в тот же день, я узнал, что каждую неделю члены всех кворумов священства Аронова в том приходе обращаются к другим юношам и приглашают их влиться в их кворуме. Все эти юноши были прекрасными руководителями, и, несомненно, за ними стояли замечательные носители священства Милхседекова, родители и другие люди, которые наставляли их в исполнении их обязанностей. Подобно заботливые взрослые видят юноши не только такими, какие они есть, но и такими, какими они могут стать. Разговаривая с ними или говоря о них, они не сосредотачиваются на их недостатках. Вместо этого они подчеркивают, какие прекрасные руководящие качества они демонстрируют. Молодые мужчины, именно так вас видит Господь. Я приглашаю вас видеть себя таким образом. Порой вас будут призывать руководить, а иногда от вас потребуется следовать. Но мое сегодняшнее послание к вам заключается в том, что, независимо от вашего призвания, вы всегда руководитель, и вы всегда последователь. Руководство — это выражение ученичества. Оно просто сводится к вопросу о том, как помочь другим людям прийти ко Христу. А ведь именно это и делают истинные ученики. Если вы стремитесь быть последователем Христа, то тогда можете учить других следовать Ему и можете быть руководителем. Ваша способность руководить не исходит из черт выдающейся личности, навыков, мотивации или даже таланта публичного оратора. Она исходит из вашего обязательства следовать Иисусу Христу. Она исходит из вашего желания быть, по словам Авраама, более приверженным последователем праведности. Если вы можете это делать, даже если вы в этом несовершенны, но тем не менее стараетесь, тогда вы действительно руководитель. Другая история произошла в Новой Зеландии, где я посетил дом одинокой матери, воспитывавшей трех подростков. Старшему сыну было 18 лет, и священство Милхседекова он получил лишь в предыдущее воскресенье. Я поинтересовался, не довелось ли ему уже применить это священство. Он ответил, «Я не знаю, что это значит». Я рассказал ему о том, что теперь он обладает властью давать благословение священства, благословение исцеления или утешения. Я взглянул на его мать рядом, рядом с которой уже много лет не было носителей священства Милхседекова. «Думаю, было бы прекрасно», — сказал я, «если бы ты дал своей матери благословение». Он ответил, «Не знаю, как это делается». Я объяснил, что он может возложить руки на голову своей матери, произнести ее имя, заявить, что дает ей благословение властью священства Милхседекова, сказать то, что Дух вложит ему в разум и сердце, и завершить во имя Иисуса Христа. На следующий день я получил от него письмо по электронной почте. В нем сказалось, в частности, «Сегодня вечером я богословил свою маму. Я очень-очень волновался и чувствовал себя неуверенным, поэтому молился непрестанно, чтобы со мной пребывал Святой Дух, так как без Него я не смог бы дать благословение». Начав, я совершенно забыл о себе и своих слабостях. Я не ожидал, что почувствовал такую огромную духовную и эмоциональную силу. Затем меня охватил такой Дух Любви, что я не смог сдержать своих эмоций, и, обняв маму, разрыдался, как ребенок. И даже теперь, когда я пишу эти строки, я ощущаю Дух настолько сильно, что не желаю больше никогда грешить. Я люблю это Евангелие. Не радостно ли видеть, как казалось бы, обычный юноша может совершать великие дела благодаря служению священства, даже когда он чувствует себя неуверенно. Недавно я узнал, что этот молодой старейшин получил призвание служить на миссии и через месяц прибудет в Центр подготовки миссионеров. Я верю, что он приведет много душ ко Христу, потому что в своем служении священства он узнал, как следовать Христу, начиная со своего собственного дома, где его пример оказывает глубокое влияние на его 14-летнего брата. Братья, осознаем мы это или нет, на нас сравняются люди, родные, друзья и даже незнакомцы. Как носителям священства нам недостаточно просто прийти ко Христу. Наш долг сейчас состоит в том, чтобы приглашать всех прийти ко Христу. Мы не можем довольствоваться обретением духовного благословения для самих себя. Мы должны вести к тем самым благословениям людей, которых любим, а как ученики Иисуса Христа мы должны любить всех людей. Наказ спасителя Петру также и наказ нам. «И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». В нашей жизни будут моменты, когда тропа впереди будет казаться темной, но продолжайте следовать за Спасителем. Он знает путь. На самом деле Он есть путь. Чем усерднее вы будете следовать за Христом, тем сильнее будет ваше желание помогать другим людям испытать то, что испытали вы. Это чувство также можно назвать милосердием, которое Отец даровал всем истинным последователям Своего Сына Иисуса Христа. И тогда вы осознаете, что в ходе самого следования Христу вы также ведете людей к Нему. Ибо, как сказал президент Томас Монсон, следуя за галилеянином со самим Господом Иисусом Христом, мы будем оказывать положительное влияние на окружающих, где бы мы ни находили, и какое бы призвание ни исполняли. Я приношу свидетельство о том, что это истинная Церковь Христа. Нами руководит пророк Бога, президент Монсон, великий руководитель, который также истинный последователь Спасителя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.